Всем привет! Вы на канале интернет-магазин ReasonBuy. Если вы еще не с нами, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вы уже с нами, то рада сообщить вам, что мы на очередном платном водоеме, находящемся в Минской области, Логойском районе, на расстоянии 70 километров от Минска в деревне Рассохи. Стоимость рыбалки составляет 20 белорусских рублей за сутки. Можно рыбачить не только днем, но и ночью, не только с берега, но и с лодок. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Первая рыба здесь, подвесчик, значительно вырос с прошлых годов, как модели. Раньше он был здесь совсем маленький, теперь он стал немножечко побольше. Из видов рыб, которые обитают на данном платнике, мы знаем, что здесь есть серебряный карась, золотой карась, карп, красноперка, платва, щука, окунь, ну и также подвесчик. Когда мы приехали, была не очень хорошая погода, дул достаточно сильный ветер, мы думали на самом деле, что начнется дождь. Но, к счастью, дождя нет, озеро утихомирилось, ветра тоже нет и у нас намечается очень хорошая ночная рыбалка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Совсем скоро, наверное, будет закат, никто не разъезжается. Я смотрю, что, скорее всего, колобахи, которые поставлены на хищника, здесь собираются оставить на ночь. На соседнем понтоне была одна хорошая поклевка, но, к сожалению, сосед ее не реализовал. Мы будем ловить ночью, сейчас пока наслаждаемся. Надеемся, что у нас получится что-нибудь хорошее сегодня споймать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленький карпик, наверное, грамм на 300-400. Он зеркальный. И ура, он здоровый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле здесь очень красиво и очень хорошо. И спокойно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять мальчика. Опять мальчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, у нас что-то червяка постягивало. И он еще в хорошем достаточно состоянии, поэтому я его здесь обратно надену. Причем это очень долго стояло у меня, кормушка завросана была. Достаточно, наверное, где-то сейчас, минимум. Так. Одна кукурузинка не хватает, но, наверное, ее просто, я предполагаю, что избила с крючка при забросе. Здесь, я даже не помню, что стояло. Здесь, вероятнее всего, был червь. Его тоже обожрало. Но я даже не знаю, на что ловить карпа. На попкорн нет. На червя нет. Но возу берега карпа взял на мотылясо-парыш. Попробую. Может, два крючка сделать мотылясо-парыш. Ночью очень много комаров, мошки. На понтоне развести костер, чтобы дымом отпрыгнуть их не получится. Поэтому, если поедете на рыбалку, где будет все организовано подобным образом, то обязательно возьмите какое-нибудь средство от комаров, чтобы они вас не заели. На самом деле, я не отчаиваюсь. Радует, что клев хоть какой-то, но есть. Почему? Потому что людей достаточно много. Как нам сказали, сегодня они здесь есть постоянно. Ну и думаю, что я так предполагаю, что она здесь совсем не голодная, поэтому соблазнить ее на что-то, на поплевку, я предполагаю, будет достаточно сложно. Сложно. Ну вот я наживилась, у меня вот такая вот кормушечка. Буду сейчас забраться. 12 часов ночи, сейчас вообще ничего не берет ни у нас, ни у соседей. Поднялся небольшой ветер, кстати. Наверное, может быть, кот Роу соберется дождик. Ребята, нас настигла очень плохая погода. У нас только что шел очень сильный ливень, сейчас до сих пор идет дождь, я сижу под зонтом. Достаточно некомфортно, но надо дожить до утра, потому что утром дождь, я думаю, что закончится по прогнозам погоды, и будет хорошая погода до 30 градусов тепла. У меня была одна поклевка, была на поплавочную удочку, я подкинула поплавок чуть-чуть ближе к берегу. Но под берегом здесь достаточно много травы, поэтому меня зацепилось за траву, и, к сожалению, я ничего не вытянула. Но по ощущениям, рыбка может к рамкам никаких 200-300 там была. Может быть, какой карасик, либо такой же маленький карпик, который вытянули вечером. Вот так вот, надеемся, что погода в скором времени улучшится, и у нас будет возможность на хороший утренний крев, клев. Не знаю, будем ловить мы утром с берега или с лодки, покажет погода. Пока просто ждем, чтобы распогодилось. Доброе утро! Ночь прошла достаточно быстро, но, к сожалению, без особых результатов. Сейчас вот клюнул небольшой подлещик на удочку под берегом, и я решила перезабросить все снасти, чтобы увеличить вероятность будущих поклевок. Может быть, сейчас бутылка, рыбка активизируется. Нам повезло, в грозы ночи не было. Смотрите, буду пробовать ловиться на все. Вот ставлю кукурузу, тут у меня стоит опарыш с мотылем, и червяк с опарышем. А вот и золотой красавчик. Супер! Супер! Ребята, ночь выдалась очень тяжелая, все время шел дождь, я отсырела, вздремнуть просто не удалось, все время меняла наживку, все время пыталась что-то сделать, чтобы споймать рыбу. К сожалению, результат не очень радует. У соседей приблизительно то же самое. Многие рыболовы пособирались, уехали с водоема. К сожалению, ни у кого не клюет. У нас появилась отличная идея, учитывая то, что на данном водоеме возможно рыбалка с лодки, мы возьмем по спиннингу, выплывем на водоем на лодке, возьмем с собой холод и пробьем здешнее дно, количество и качество рыбы. Еще один вот такой вот супер красивый, зачетный, вот такой вот золотой карасик. Ну вот, очередная карпуша. Ребята, сейчас мы выплыли на лодке и хотим проехолотить место, на котором мы ловили кормушками. Давайте посмотрим, какие результаты покажет эхолот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко поплавали на лодке. И как результат мы споймали маленькую щучку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мы решили встать вот так вот в камуши. Я кинула немножко корма в свое место, в точку ловли. Вот сейчас я вам покажу кое-что. И я ловлю вот такую вот охрененную красноперку, товарищи. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА